вас приветствует канал чудесный огород я сегодня хочу показать вам как и рассказать как я храню морковь в гараже вот муж сегодня привез морковь с гаража сегодня 4 апреля ну вы можете сказать ну и что особенного храни морковь да и никаких проблем но не тут то было у нас очень теплый гараж именно кессон очень теплый он находится в центре города и проходят трубы отопительные трубы проходят поэтому морковь у нас совершенно не сохраняется она высыхает мы уже пробовали в песок и по-разному хранить разные методы вот картофель сохраняется морковь сохнет или гниет вот одно из двух и меня научила моя соседка подачи очень хорошему такому способу с которым я хочу поделиться с вами вот морковь только я ее только выложила на еще даже вот влажная посмотрите еще мокрая от конденсата как я ее хранилась что я с ней делаю я сейчас вам расскажу но прежде мне хотелось бы показать вам вот почистить одну морковь вот допустим давайте возьмем вот чтобы показать вам что она из себя представляет я вам сейчас ее очищу и покажу посмотрите пожалуйста морковь очень хорошая она не совершенно внутренне сухая не высохла сочная спелая такой у нее оранжевый цвет но здоровая хорошая морковь как я делаю как ее сохранить если у вас нет допустим возможности сохранить свою морковь вот у меня вот часть моркови хранилась где-то до начала января до где-то 20 числа февраля хранилась вообще в тамбуре вот в подъезде в ящике из-под картофеля хранилась моя морковь и прекрасно она себя чувствовала прекрасная была такая долго была она свежая потом уже конечно концу уже стала подсыхать внутри ну очень длинный срок хранения что я делаю я ее вот на свою морковь привожу с огорода да я их мою ее хорошо щеточкой полностью и обрезаю у нее вот эту попочку обрезаю до вытираю после того как я ее помыла хорошо щеткой вытираю ее какой-нибудь вот хлопчатобумажной ветошью и раскладываю ее на клеенку или можно же на что-то на старую простынь лучше раскладываю ее на кухне во все возможные места чтобы она подсохла самое главное должна подсохнуть вот вот здесь попочка вот здесь потому что вот смотрите может нарастать колеус вот уже образование корневую но это не страшно это можно срезать и морковь будет пригодным к употреблению посмотрите я сейчас ее срежу вот она прекрасная прекрасная вот хорошо вот не высохшие что я потом делаю когда моя морковь высыхает ну я не тороплюсь его увозить в гараж где-то ближе уже к середине ноября до этого она у меня хранится на балконе я ее укрываю чтобы в холодные ночи она не замерзла и уже когда температура установится на минус я ее увожу в гараж храню я ее на балконе в полиэтиленовых пакетах вот такие есть большие полиэтиленовые пакеты с ручками самые большие я туда складываю завязываем ну смотрю чтобы она не начала у меня гнить чтобы вот перепады температуры не влияли и так она у меня хранится вот до того как уже на балконе становится мисс минусовая температура часть мы оставляем дома на еду вот у нас есть ящик стоит в подъезде на лестничной клетке часть мы туда в мешках опускаем и потом кушаем зиму и часть мы увозим в гараж в гараж я складываю в большой полиэтиленовый мешок его можно сделать самостоятельно купить вот и в рулоне есть такие метражами продаются пленки полиэтиленовые их склеиваю я скотчем делаю дно туда на укладываю сухую морковь она обязательно должна быть сухой если бы ее занесли с балкона и она начала у вас вот становиться вот так вот от конденсата влажная ее обязательно нужно просушить вытереть и в сухой пакет укладываю сухую морковь плотно ее заматываю скотчем чтобы было плотно дырочки в этот раз я никакие не делала вот и кладу мешок из-под картошки кладу и спускаем мы в гараж и вот так она у нас хранилась единственное что я хочу сказать в таким способом лучше хранить конечно вот крупную морковь вот такую мелкая морковь все равно она высыхает если тонкая мелкая морковь она будет высыхать но это прекрасно хранится для чего я ее мою потому что если ее не помыть и положить в полиэтиленовый пакет а без полиэтиленового пакета она у нас высохнет начнется споры начнутся земли который находится активно там размножаться в этой влажной среде и морковь начнет гнить в песке я пробовала тоже не вариант вот мне нравится этот вариант можно хранить в холодильнике у кого есть местом возможно у кого-то есть и дополнительный холодильник вот так же и умыть подсушивать и хранить холодильнике ну вот пожалуй все сегодня вам показала свою морковь из погреба и рассказала как я ее сохраняю до весны вот сегодня 4 апреля спасибо вам желаю вам весенних дней и хорошего настроения до встречи